Пьеса Горького – музыка Моцарта, исполнители корейские. Пьесу на дне представит труппо Мулькёль на сцене Театра молодёжи. Произведения на члежном доме, который населяют бедняки и воры, проститутки и чернорабочие, одни отчаянно пытаются выбраться с самого дна социума, другие давно опустили руки. Актёры играют на корейском языке, но зрительскому восприятию это не мешает. Драматургия здесь раскрывается в движении и в танце. Особенности русской души переданы не словами, а пластикой. Как рассказала художественный руководитель труппы Мулькёль и режиссёр спектакля «На дне спектакля», «Сон Хюн Ок» – это не первый их опыт интерпретации русской классики. Они уже ставили небольшой отрывок чеховского «Вишневого сада» и показывали в Москве. Постановка называлась «Приглашение на пять минут». Проблемы понимания русской души у режиссёра нет. И вообще, на её взгляд, пьеса Горького не просоциальная, а проэкзистенциальная. Лука – это иллюзия, в которую хотят поверить все остальные персонажи. Наш спектакль о человеке, что ему нужно, что для него важно и вообще, как это – жить. Поэтому мы надеемся, спектакль будет интересен владивостокскому зрителю. Наряду с Достоевским и Толстым Максим Горький очень популярный в Корее писатель, а его роман «Мать» в 1980-е годы был буквально настольной книгой многих корейцев. В этом году отмечается 150 лет со дня рождения Горького, и это значимое событие не только для России, но и для Кореи. Кстати, между театром молодёжи и труппой «Мулькёль» уже заключён договор о сотрудничестве. Поэтому спектакль «На дне» не единственный, который актёры этой труппы представят во Владивостоке. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.